Ну, надо сейчас будет рассказывать очень много, потому что что-то в этом выпуске, мне кажется, у меня крыша поехала с тем, что я решил экспериментировать. Но вначале покажу просто, как это вживую выглядит у нас кошка. Кошка вживую как выглядит. Кошка, ну иди, пожалуйста. Добро пожаловать в студию The Falls Emperor в эфире новости, как всегда здесь Михаил, Денис и немножечко новостей про 40, потому что у нас что-то все овоз, овоз. Но! Главная новость на сегодня. 13, 10 сентября закрываются сервера Eternal Crusade. Тут сразу могу сказать, не знаю, почему вначале это сказали, но, 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 помните, помните, я обещал стрим по Eternal Crusade, и я решил, ладно, раз, 10 сентября закрываются, напоминаю, у меня 5 июля день рождения будет. И получается, какого-то 7-го числа, среда, по-моему, возможно, вот мы в среду не просто проведем наш обычный посредственный стрим, а будет стрим, где мы будем играть в Eternal Crusade вместе с вами, и к этому числу, видимо, качать Eternal Crusade, прокачивать. Не думаю, что, ладно, вам нужно качаться, потому что игра рано или поздно закроется, но будем поднимать онлайн, чтобы разработать. После этого новость такая, типа, отложили. Отложили, да, что-то онлайн поднялся, не будем. Вот, готовьтесь, короче, то есть это, по-моему, это 7-е число, да, если понедельник, это 5-е, по-моему, 6-е, 7-е число. Готовьтесь, будем, типа, фигарить в Eternal Crusade в честь моего дня рождения. Странно, да, бывает, я провожу, видите, как видите, день рождения, не очень я умный, вот. А я, вопреки словам Александра Рагулина, буду поздравлять тебя на этом стриме. Да, будешь сидеть и поздравлять от меня такой, постоянно, каждые 5 минут, Михаил, а еще я, типа, хочу поздравить тебя, да, вот. Денис, наверное, может на чате посидеть, если он не хочет играть в Eternal Crusade, наверное, не очень хочет играть в Eternal Crusade, вот. Денис будет на чате сидеть, вот, мы будем с вами пердеть, будете меня поздравлять тем, что будете убивать меня в Eternal Crusade, вот вам как-то такое. Кто-кто меня очень ненавидит, можете вот отыграться в Eternal Crusade. Это реально какая-то есть фишка в этом, потому что я помню, мы играли в Довик, второй, и мы играли в Free For All, но все мочили меня только. Ну, вот, понятно, да. Других вариантов не было. Вот так вот, а еще и стрим снайпить сможете, естественно, вообще идеально. Я, конечно, могу играть, такая пати у меня будет, и куча сорков за мной бегает, чтобы все хилили, типа, чтобы меня убить было невозможно. Вот, я уверен, все равно народ будет пытаться. Вот, так что, да, будем, короче, народ пытаться играть, и на всякий случай скажу, нет, никаких дискорд-терроров, ничего для этого не будет, потому что, ну, нельзя будет вас всех в стрим добавлять, вот, просто в этом плане. Но мы будем все объединяться в... на Ютубе, вот, на Ютубе будем все объединяться, и там все будем вписываться, и все такое. Следите за новостями, как. Следите за новостями, но ориентируйтесь, типа, седьмое... У меня день рождения-то пятый, а, да, у меня день рождения пятый, я вначале так вздумался, может, у меня день рождения седьмого, нет, у меня седьмого месяца. Седьмого июля, то есть 0707, 2021, Eternal Crusade, будем поднимать онлайн, пужа мертвой игры. Кстати, а у меня в это время будет племяшка нарождаться. Да? И операцию назначили 0707. Вот так вот. Ничего себе. Какая же... Мы еще и племяшку будем поддерживать, рождение племяшки, вот так вот. Так что готовьтесь, у вас есть, посмотрел на часы, опять я, почему смотрю на часы, и надеюсь, здесь дату увидит, Денис. Мне не похоже, что здесь дата, да? Да, нет. Вот. Но, короче, готовьтесь, у вас есть, типа, условный месяц. Не знаю, что надо готовиться, скачать игру, да, всего лишь она фритуплей. Смотреть, что хоть куда нажимать. Ну, да, да, да. И так будем весело, короче, улюлюкать и гыгыкать. Вот, единственное, готовьтесь к тем, что, если вы из других регионов, возможно, вам будет тяжело подсосаться, но, по идее, вроде, сейчас не проблема, потому что там никто не играет. Вот. А как мы будем меняться, если у вас вопрос, мы будем просто, я буду говорить, народ, типа, через 5 секунд нажимайте, типа, на этот, ну, типа, поиск матча. И я буду тоже нажимать, и мы все одновременно будем искать, и у нас будет находиться матч. Вот. Технологии. Да, видели, как продумано все, невероятно. Ну, короче, не выдержал конкуренции злой. С другими, какими играми, не очень понятно, но они затащили разработчики. Михаил, кстати, они много жили, то есть, я помню твои рассказы, это было еще хрен знает. Нет, 18-й, да, там, типа, с кеками, с чебуреками, какой там оттворился. Ну, да, нет, ну, игра, на самом деле, просто обидная, то, что потенциале она была неплохой, потому что вначале она была, в принципе, даже в каких-то моментах, очень, гораздо лучше, чем мультиплеер этого Space Marine, вот. Она была продуманней, там все очень прикольно было сделано, и в плане анимации, и в плане баланса, там были интересные находки какие-то. Но проблема в том, что разработчики упоролись в какую-то странную дичь в плане баланса, потому что они стали прислушиваться именно просто к комментариям, нежели к балансу, как такому в игре. Почему порушили баланс? Начали ломать техническую часть игры непонятно как, то есть там реально одна из дневных игр, которая, чем дальше она выходила, тем хуже она работала. То есть, типа, с каждым патчем у нее производительность падала, типа, причем это прям в узких рамках происходило, не улучшая, визуальная часть ухудшалась. Ну, то есть, короче, вообще все какой-то жопе шло, и вот, типа, к чему это все пришло закрывать сервера будут. Вот так вот, обидно на самом деле. Все нам не светит, нормальные игры по вахе, такой прям крупной мультиплеерной, да и не мультиплеерной, возможно. Вот, все, перебиваем все, только Некрамунды Харганс, видимо, который такой, ну, типа, инди-шутер, вот, по сути, своей. То есть, ты с topgame.ru видел обложечку? Я посмотрел даже обзор. Я даже посмотрел обзор, хорошо. Ладно, я обложечку. В принципе, я согласен с обзором полностью. Окей, я надеюсь, мы свой сделаем. Да. Своем очень важное мнение выскорим. О, да. Предзаказики этой недели у нас, собственно, товарищ, как его там... Хотелось бы сказать, дразничать. Дразничать, но это такого, к сожалению, уже нет. Гаунт. Что мы просрали? Гаунт, друзья мои. Коробка Гаунта с его гостами-призраками, отдельная коробочка. Про правила чуть попозже поговорим. Отличные миньки, которые можно использовать и как самих этих парней, и как каких-то игрешников. Да, будет отличаться сильно, но... Ну, я бы, на самом деле, собирая, мне сейчас надо было собирать эгэшник, я бы пару коробок таких бы себе взял, потому что одну просто собрать как именно юнит, а вторую уже там действительно за конверсией там всякого безумия из них. Да. Почему нет? Ну, думаю, что все, кто играет за астромилитаром, разберут просто... Не будет никого из этих. И вторая коробочка, это у нас апградированный пак гдианцев со Степаном внутри. Еще капитан трусы, которого натянуты на лицо трусы, как быть, тоже не стоит забывать про героев свои. Этот... Кто? Мисс... Репрезентативность. А, да-да-да. Мисс квоты, назовем это так, мисс квоты. Набрали. Короче, понятное дело, что с одной стороны, эээ, если у тебя много... Гвардейцев, да. Но если нет, то есть ты только начинаешь собирать гвардейцев или малых, вполне себе нормально сейчас будет как раз. Главное, что это просто типа сразу бум, не нужно что-то отдельное. Ну да, хотя интересно, будет ли апгрейд пак продаваться отдельно, тоже немаловажно, мне кажется. Молодчики. И еще, если вам вдруг почему-то интересно, сама книжка про гаунт новая, с волшебным набором коллекционным, где монетки, какие-то как карты, карты там... Я бы флягу лучше в какую-нибудь получил. Я вот скажу, да, я вот на самом деле, вот то, что я вижу в этом наборе, мне кажется, было бы прикольнее, если бы ГВ выпустила скорее в формате каких-то, знаешь, доп. аксессуаров для игры. Вот странно на самом деле посмотреть, вот ГВ очень в этом плане действует. То есть, например, такая вещь, как, например, которая вот часто используется в игре, например, эта чашка для метания кубов, да, кажется, типа распространенная. Они выпускали, по-моему, единожды их, эти чашки, и сейчас, по-моему, их продажи нет, но только можно найти на вторичке где-то. И то тяжело, вот Корняцкая была, еще там чья-то, по-моему, для ОСа это было. Почему не выпускать их на постоянной основе, хотя люди любят всякие аксессуары, я не понимаю, они этого не делают, да. То же самое, вот там, например, книжечка, это такая, ну, красивая вот эта кожаная обложка. Почему не сделать такой же красивый, типа, там, премиальном условном исполнении, сделать какие-нибудь, там, записные книжки. При том, что они их, типа, условно выпускают иногда, там, типа, опять же, типа, книжка для Крусейда вот в таком исполнении. Круто было бы, там, вот, я, наверное, сам поможет, я люблю всякие вот эти, типа, изделия из кожи. Ну, типа, вот, какой-то классно выполненная штука, там, записные книжки, они бы стилизованные по дваху. У них всегда, вот, с этим, такой, типа, пограничной областью, типа, мерча, наполовину мерч, наполовину полезные для игры вещей, сопутствующие товарами, у них какая-то беда. И вот тут тоже опять. Да, ну, что ты будешь с ним делать, реально, ты просто, типа, ну, книжку прочитаешь, остальное, что, засовываешь, только стоит на полке. Ну, да, ну, какая рада себе, типа, приделать, этот, нашивку прибить, ну, типа, чтобы все раза было видно, что. Тут, типа, аутисты выходят по улице ловить его, да, ну, странно, в общем, да, я не знаю, странный ГВ. При том, что, как бы, сторонние производители это делают, вот, типа, что более еще странно. ГВ, учись. Непонятно, да. Интересные картиночки раздобыли мы на просторах интернета. Некие товарищи старых МК, там, Крюсейт и прочее, куда-то идут, изображают из себя пластиковых майнов, походу к слухе про вторую коробку Ереси и перезапуск всего, типа, правда? Только третья коробка. Третья коробка? Потому что все вообще-то забывают про Берникова и Проспера. Видимо, про Горелого, так что... Или про Горелого до дна. Или народ забывает про Калт, я не могу понять, типа, то ли народ забывает про Калт, то ли про Проспера. Но про что-то народ точно забывает, мне кажется. Вот. Ну, посмотрим. Меня очень смущает там Спартан, ну, типа, я вот что-то сильно сомневаюсь, что они сейчас такие, вот он, нате, пластиковый Спартан. Это прям ого-го. Вот. Но Малинчиков могут, наверное, типа, выпустить. Почему нет? Кто, типа, запрещает. Опять же, круто, если это будет, то, типа, у нас, ну, как бы в полку Карланов прибыло. Даже если кто-то в Ерес не играет, просто иметь еще дополнительные коробки, именно МК, определенные МК Маров, это хорошо. Минус в том, что ГВ, если я правильно помню, в обстроенных друзей перевело именно все старые, то есть МК-3, МК-4, в принципе, неплохие-то наборы. И они до сих пор подаются, но народ их редко видит, потому что они все в обстроенных друзьям сделали. И до нас-то почти не доходит никогда. Хотя, именно в плане марских, особенно лояльных Маров, вполне себе хорошие коробки, если вам нравятся, типа, эти паттерны брони. Две вещи. Первое. Если это какая-то бессистемная хрень, а напоминаю, прошлые коробки были абсолютно бессистемными, ничего из этого не выросло. Там просто были правила для именно специальной игры, вот в этом, типа, для этих миник из этого, то есть, типа, отдельная настольная игра, в целом, там была. То есть, какой-то там супер пинок, ереси, эти коробки не придали, все обрадались, да, может быть, ереси пособирать, а потом ни форджа, ни ГВ, такие... Берлингова Проспера сделала одно, хорошо. Что? Кустов породила. Да. Вот, и сестер Тишины, ладно, сестер Тишины как-то они как были, так и не появились. А вот кустов породила, кстати. Ну, то есть, в плане именно ереси, эта коробка сделает что-то, или просто они такие, давай еще коробку, пахнем. Зачем? Ну, просто так. Второе, это все еще Карлана. И, типа, чем раньше ты такой, да, я хочу там кого-то из них сделать, а сейчас, чем дальше, тем больше у тебя расходятся, как бы, сеттинги, и ты, типа, если покупаешь коробку, то, скорее, все-таки играешь в 30к. Почему? Я не знаю, почему ты так считаешь, что вот Карланы в современной игре, они, типа, используются с выходом нового кодекса, в принципе. Ну, смотри, типа, я собирался в Space Marine, да, у меня куча была Карланов, типа, я там, выходит новый Приморис, я потихонечку собираю Приморис, нахрена мне еще пак Карланов? Потому что тебе нравится Карлана, мне нравится Приморис. Ну, есть, как Карлан нравится. Но, опять же, возвращаемся к старому вопросу, сколько Карланам еще, типа, знаете, день рождения, да, ура, а там такая смерть, ну, блин, я все еще считаю, что у меня есть какие-то такие странные подозрения, что ГВ никогда Карланов не убьет. Оно просто может их перестать там особенно обновлять, что такое, ну, прям выпиливать Карланов, оно, скорее всего, никогда не рискнет. Потому что у нас нет сейчас преседентов в последнее время, чтобы они, прям, знаешь, какой-то юнит именно не форжовый еще, к тому же, то есть, да, там несколько чартеров, но вот прямо, чтобы целый модельный ряд ГВ вычеркнуло, именно с ГВ, не форжовые эти модели, я такого не помню. Ну, поправьте, если такое было, именно, чтобы вот именно с кодексов узлов там у ХСМ пропали там, не знаю, всех ХСМ, да, там, типа, ну, такого я не помню, чтобы было. Поэтому я и сомневаюсь, что они в ближайшее время будут, тем более, это, скорее всего, повлечет за собой очень сильный бугурт народа все равно. Ну, типа, нормально, это комьюнити не воспримет точно. Знаешь, ФБшечка убили и, бля, срали там на комьюнити. Ждите ваши миньки, у нас тут штормкастики. Тут, как бы, АОС, АОС не самый лучший пример, простите, игроки из АОС, но, типа, это явно не самый лучший маркетинговый ход был, возможно. То есть, у них там было, правда, введение АОС в определенном, но, как мы знаем, как разрабатывать, и кто, если думает, что это я, потому что я хейчу АОС, так рассуждаю, но нет, это факт остается фактом. Они вначале сделали миньки для стартера, а потом решили правила описать для этого, то есть, типа, вот какой подход был к этому всему делу. Так что я бы это в расчет вообще не брал, но это не совсем адекватный, как бы, скажем, маркетинг был в этом плане. Короче, посмотрим, что они будут делать с этой коробкой, но что-то пока вот непонятно, и надежд у меня особо много. Ну, выйдет даже просто, вот, типа, бокс-сет какой-то с какими-то марами, да, это хорошо будет, окей. Ну, я купил прошлый, он просто лежит у меня. Ну, просто вот лежит. Сейчас тебе скажут, народ, так, Денис, отдай мне эти, сейчас все напишут, все комментарии. Это мое! Я отдам. Знаешь, Денис, сколько вещей ты в Вахе покупал, и они просто лежат? Масса документов нет. У тебя все лежит, у тебя, блин, миньки этих лежат, как его... ФБ-шные, блин, еще. Нет, дочь подрастает. Надо как-то передать ей, вот, что она будет собирать. В ФБ она будет собирать? Ну, это да, хитрый план, ты хитер. Маленькая девочка в мертвой вселенной. Да-да-да, мертвой системы, мертвой вселенной. Ну, я не знаю, типа, в принципе, выпустят просто, ну, как коробку с миньками, ну, будет новая коробка с миньками, ничего, никому вот это плохо не будет, скорее, хорошо. Тем более важно, что, может быть, это все еще, типа, уже ладно, понятно, уже третий шар это будет, но есть такая маленькая-маленькая надежда, что это повод к тому, что постепенно будут все-таки модельки Ереси перетягивать, типа, в пластик. Хоть что-то. Правда, проблема в том, что они именно Ереси перетягивают, они не перетягивают всю форджу. То есть, если бы они перетягивали всю форджу, это хорошо. Опять же, те же, там, ксеносы, например, у них модельки, они как бы в Ереси не представлены, и поэтому им нужна именно форжа. Вот. Ме. Ну, короче, все, что, типа, какие-то модели выходят из-за бехота у форжи и появляются в пластике, это плюс всегда, потому что, если просто выпадают из продажи просто миньки форжи, это плохо, на самом деле, какая бы ни была кривая форжа. Ну, и опять же, если у нас смола заменяется пластиком, это всегда отлично. Тем более, мы знаем, раз эти наборы выходят, значит, их с продажи в ближайшее время не снимут. Мы можем этому хотя бы порадоваться, правильно? Правильно. Вот так вот, радуйтесь. И к доброму часу проснулась форжа. Показала миньку никого такого безымянного, а самого Аргентала. Аргел, Ар... Как его? Аргел... Аргелтал. Господи. Ну, это вот это вот, Рэ, Лэ, там, вот таких они для... Срожно. Как я понял, Денис. Это чуть ли не один из главных героев книжки «Первый еретик». Это, по-моему, командир какого-то отделения несущих слова. Который стал Галворбаком. Да, этих ребят в какой-то момент Римарх отправил, типа, на поиски бога, потому что император сказал «Я не бог». Ладно, как скажешь, я другого поищу. И они отправились в очко ужаса. Вернулись, как видите, несколько видоизмененными эти парни. Они, собственно, заключили там с демонами соглашение, и они все посредственно-то не стали. И Галворбак существует в Ересе, собственно. А теперь еще этот парень такой. Ну, минька сама по себе офигительная, по-моему. Она тем более подходит даже... То есть он, судя по всему, по размерам будет крупнее, по крайней мере, возможно, из-за, типа, рук, там, этих крылышек, крупнее, чем стандартные Галворбаки. Выглядит, в принципе, неплохо. Народ уже даже, в принципе, предложил, вроде бы, как правильно по размерам, что его можно будет реально использовать даже как демон-принца. Просто поставив его на базу, достаточно там возвысить чуть-чуть, он реально тянет на ДПХ, выглядит очень круто. На самом деле моделька классная. И даже на конце ракет для какого-нибудь, ну, там, типа, крутого мужика классно. А как персонаж, конечно, книжки, ну, как и многие персонажи этих книг, просто дегенерат полнейший какой-то, я не знаю, кто это напишите. Может, конечно, это вы считаете не так, но, по-моему, да. Хотя... Ну, это одна из тех книг, которая меня вот как бы раздражает именно тем, что, ну, то есть она начинается с того, что император такой, типа, я целую планету нахер вынесу с помощью ультрамарин, потому что вы где-то какой-то ерундой занимаете, меня хвалите. Восхвалять, негодяи, так нельзя поступать, поэтому я вырежу просто все население там и прочее. Да, вот такое вот. Как начать ересь инструкция для чайников? Император это почитал. Ага, хочу движухи какой-то, а то, что галактика вся подгибается, скоро уже закончится крюсейд, надо как бы сворачивать всех ребят. Давай-ка вот этих бомбанем. Гилем, пожалуйста, как там назывался планета, там, не хочу. Монархия. Монархия, да. Да-да-да-да, вопросов нет. Поэтому, как бы, там, единственное, опять же, все время возвращаясь к этой сцене, Аргел Тал, это тот чувак, который лично наблюдал, как император с помощью технологии варпа выращивает примархов. И такой, нет, это предательство, нахер все разнесся, и примархи разлетелись по всей галактике. Вот, ну, по крайней мере, такой бэку было по Клэйбре. Или им показали это демоны. Это еще было до того, как они туда приплели еще женщин. Женщин, да. Вот. Ужас. Почему-то, знаешь, что я вспомнил? Кадры из миссии... Не выполнила? Секс-миссия. А-а-а. Ладно. Вот. Как я сказал, женщина, я вспомнил, про как они там мальчиков добавляли. Да-да-да-да. Э-э. Ладно. Минька хорошая. В какой-то момент выйдет. Для конверсии. В какой момент она только выйдет, главное? Ну, помните, шпарджа она как бы такая. Может, ну, или года через два мы получим эту миньку наконец-таки, да? Отлично. Что поделать. Еще есть хорошие новости про 40К. Показали правила гаунта и его подельников. И там прям, ух, мое почтение. Потому что у него как бы отряд из одних именных чуваков. Это не просто, типа, какой-то именный чувак. И там условный, не знаю, как помнишь, был этот товарищ Драдзнич. Драдзнич, да. Который просто добавлял отряду какое-то правило. Там, рерол, колофф, колофф, тухит. Префер тенни. Рерол, колофф, тухит. Здесь каждый поддельный парень, знаете, как будто это не с ракет, а вот эти вот с кермиши, где у тебя там каждый чувак какой-то специалист. Вот. И здесь у тебя этот может, значит, уменьшать, удешевлять стратегемы имперской гвардии. Это дает игнор ковра там всему отряду. Это что-то еще. Они прям все крутые чуваки, прям ух. И, ну, если это не будет стоить бешеных очков, их можно брать имперской гвардии. Это точно не стоит бешеных очков. И сейчас это, на самом деле, стоит брать имперской гвардии, если вы вдруг играете за имперскую гвардию. Потому что это у вас получается очень хороший такой хом-скоринг, который невыцеливаемый. Потому что... Да, если дальше 18 дюймов, нельзя выцелить. А если ближе, то с минус 100 хит. По-моему, да. И, типа, плачи у них. Ну, короче, получается очень хороший, на самом деле, сильный такой скоринг домашний. Они стоят недорого. Вы берете, просто посадили где-то. Они сидят у вас там, это там... Ну, там, большая часть сидит, пердит. Но там, но часть там снайперки постреляет. Кстати, хорошая там снайперка у чувака. Другой постреляет из этого автопушки там еще. И главное, их сбить практически нереально с точки. У чувака с автопушки гениальное правило. Попробуй еще раз. Если он промахнулся, из него он еще раз стреляет. Но у него пятый баллистик, по-моему, да. Типа, поэтому, как бы, неудивительно. Какорг какой-то. Вот, но мне понравилось то, что они сделали подобное в ключе. Типа, юнит, ну, типа, его... Возможно, они переборщили немножко, на понятное, когда выйдут. Но сейчас гвардия просто не на том уровне находится. Но если там гвардия получит новый кодекс и вот с таким юнитом, это, конечно, уже будет такое-то посерьезнее. Потому что пока что вот, ну, их правило создают такой интересный, ну, интересный, в какой-то мере уникальный юнит, который реально вот, ну, у тебя почти нет инструментов его выковыривания никаких. Кроме там просто проломиться сквозь всех и их тоже проломить. Вот. Но при этом мне вот это симпатично. Да. То есть, в целом, это вот моя дизайнерская мысль, когда я думал о варгеймах, шла в этом направлении. Но я понимаю, что в масштабах Warhammer, конечно, помнить, что у тебя есть отряд, где у каждой модели есть какие-то свои правила, это прям, ну, серьезная нагрузка на тебя. Скажу так тебе, Денис, как человек, который отыграл недавно партию «Восьмерка форсайта», жопа это полная, вот это таким играть, это просто, ну, конечно, ладно, больше страдаете не вы, а ваш оппонент, на самом деле. Но, типа, да, это жопа, это тебе тяжело. Хотя, думаю, ну, как бы это дело наигрыш, опять же. При этом там, скорее всего, если к ним приходит там какой-то отряд, просто их вырезает, не замечая. Ну, да, 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 скорее всего. Да, хорошие правила были. Очень интересно, бам, умерли, да, все. Ну, и ладно, умерли и умерли. Ну, опять же, здесь нет никакой логики, то есть не надейтесь, что в вашей армии появится что-то такое, опять же, это просто, типа, книжка, знаменитая серия, где эти герои и Games Workshop, это, опять же, скорее всего, просто инструмент для маркетинга, типа, они продвигают новую книгу этой серии этими меничками, и чтобы еще, видите, как бы все хайпалось, еще вот такие правила придумали, чтобы отобразить героев, все круто, ты прям сидишь довольный со всей серией, там еще и пересдадут сто пудов, или это сейчас прям пересдали, не знаю, с новой книжкой, с этими миниками, и я такой, о, как же классно. Это даже лучше, чем, не знаю, покупать подушку с напечатанной женщиной, с уронери, вот это вот все. Ну, не факт, но, возможно, да. Максимум нердовости такой хайпийный. Ну, вообще, да, нет, вообще, да, на самом деле, в этом плане удивительно, что они не пошли вот так вот по чарактерам всем там, которые, ладно, я, естественно, ХСМовских бы хотел увидеть, да, но типа по всем чарактерам, которые в книжках присутствовали, там же усраться сколько, вот сиди себе, упридумывайся, ты этих правил, просто выпускай их сколько хочешь, вот реально, да даже возьми этих там, ХСМ, да ты возьми эту сраную трилогию про ночников, ты там каждый второй у них там типа уникальные правила придумывай, каждый чарактер, да. Коготь его, да, полностью его создать, этот бешеный хорнит у тебя там, который все время в нато бежит, там этот, с глазами бегает, там, или, или, или серия книжек про этого, забыл, как зовут, про этого чувака, который абаддону подсасывал, вот, забыл, напомните, подсос абаддона, да, который, там же тоже у них прям вообще типа аналкарнавал, там еще эту дарк эльдарку туда еще там засунуть ему как раз. Да, любимая дарка эльдарка. Да, ну то есть типа вот реально, типа, хорошие на самом деле примеры, я надеюсь, что возможно не будут в дальнейшем придерживаться такого же, ну, конечно, не в угоду, не в ущерб, наверное, остальным релизам бы это только проходить. Ну то есть, короче, типа, если выйдет какая-то новая книжка какой-то серии, там, есть шансы, но так для остальных фракций что-то подобное, не надеюсь. Блин, хотя, знаешь, в книжке я скажу так, а почему мой командор не может, как в книжках у Тау, садиться в сраный госткек, вот почему? Почему? Не знаю, почему не может, почему-то в правилах такого нет, а в книжках... Танковые командиры есть, а танковых госткеков нет. Да, хотя в книжках есть, вот так вот, что такое, народ, что это такое, я не понимаю. Нарушение грязной ксенос. Ну тоже верно, тоже верно. В общем, класс, за имперскую гвардию рады, но мне кажется тоже, вот сейчас вот такое, на следующих итерациях правил, потихонечку, потихонечку, у них, как сейчас у Фарджи, отбирать, 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 и это превратится просто в что-то имидное, там плюс-минус одно правило. Такие просто несколько гвардейцев там, и всё. Потому что сейчас это нужно, потом это просто... Кстати, это ещё тяжело убиваем июнь, потому что них мудов много, забыл про это сказать, но нет, не важно. Красавчики. И к другим красавчикам. На картиночке от, по-моему, как раз их же, появились новые минки-орков, и это не те снаги без снаги, которые это настоящие базишки. С шутами. Вообще. Тут я на самом деле просто, Денис, у меня сложился просто как бы пазл, пассианс, всё сразу же, типа, всё поскладывалось, объясню, в чём прикол. Меня спрашивали, я говорил, типа, такую вещь, что, типа, заменяются старые бойзы полностью. Народ не говорил, но Михаил, когда показали, собственно, Беснагов, и статью, особенно, про пятую тахну, народ не говорил, но Михаил, типа, не заменяются же, вот, типа, старые бойзы. Я говорю, народ, я говорю то, что я услышал на самом же стриме сраного ГВ. Я, типа, просто передаю чужие слова, это не мои слова. Вот. И те, кто были на стриме, тоже это слышали и говорили, типа, да, типа, чего непонятно. И тут, тут, походу, наконец-таки, сложилась картина. Просто в чём прикол. Те люди, которые ведут трансляцию ГВ, это всё-таки не последние, вот эти два мужика, там у них, я забыл, как их зовут, они, скорее всего, не последние люди в фирме у них, как бы. И, скорее всего, понимают этот внутренний движняк. И просто, когда шла эта трансляция, и они показали этих новых бойзов, и как раз-то народ там, типа, забрасывал вопросами, типа, а чё, всё, замена бойзам, замена бойзам, замена бойзам. А тогда они показали только Беснагов. И они сказали, ну да, бойзов заменяют. Они просто что-то не подумали, видимо, скорее всего, ну, то, что они были в курсе, но запутали, что они ещё не про это говорят. То, что бойзов заменяют, только не этими моделями. Вот, типа, походу, типа, как всё это, как выговорнулось. То есть, типа, в принципе, сейчас можно, на самом деле, брать записи тех трансляций, пересматривать их, и, возможно, попытаться что-то, кто любит, типа, вот эти вот, типа, хитрые какие-то выяснять, типа, вещи, пытаться из слов этих чуваков что-то такое вытянуть. Потому что, походу, действительно, просто люди, ну, они прям не супер какие-то медийные личности, и поэтому они не привыкли за тем, что их каждое там слово может что-то там значить. Да, нужно контролировать, что говорили. И вот, видимо, в парочку раз да проговорили с чем-то. Вот. Так что, моё этот, как его, моё мнение по этому поводу, ГВ саму слило информацию по поводу этих новых бойзов. Ну, и мы соболезнуем всем орководам. Понимаем, примерно, какие пятна у них стоят в холодильниках, этих орков. А нет, на самом деле, какая проблема, на самом деле, игрокам за орков, это, как бы, знаешь, это такие вот просто нытихи, они будут орать, типа, но по размерам, судя по всему, по высоте, они плюс-минус подходят, старые бойзы. Если ты их переставишь на новые базы, пожалуйста, используй себе старых бойзов. Это понятно. Вот. Но новые выглядят просто красиво, будешь все новых дособирать из них, и всё. Ну, как ты знаешь, одного красивого добавишь, такой. Он, да, он классный, да, смотри. 60 бойзишек, которые любовно собирал, улетают, и всё новыми. На самом деле, я понимаю, что, я не знаю, сколько там различных бойзов старых было, никогда этим не занимался, то есть, сколько нужно, на каком ты начинаешь, такой, нет, надо что-то там конверсить уже, чтобы они хоть как-то различались. Ну, я знаю людей, которые не конверсили их, было там у них под 200 бойзов, но они просто их собирали, вот эти самые простые, которые покакать хотят. Но новые, очевидно, ну, сколько там, десятка их видят. Они все, естественно, не в такой классной членёнке, которая подразумевает, что хочешь с ними твори. И как, ну, просто я бодивгарду смотрю, да, то есть, раньше там тебя, да, был набор 7 этих пацанов, литых тоже не особо удобный, да. Но теперь у тебя просто есть, типа, вот эта десятка, там, плюс стартер, и вот, всё, всё твое разнообразие. Просто у меня уже куча тоже клоунов одинаковых вот стоит, там, у меня, не знаю, сколько уже десятков плагмаринов, и с орками будет примерно то же самое в этом плане. А так как их нужно много, если вы действительно орками играете, то это прям очень много будет таких братьев. Ну, надо смотреть, как они собираются, просто, знаешь, я могу сказать пример из-за того, что я вот сейчас стал уже там собирать, типа, модельки мехов, ну, вот у мехов есть скитарий, да, например. У них, в принципе, старая, типа, условно, членёнка, то есть, там, типа, вот так вот вроде бы, но на самом деле ноги у них, как бы, привязаны к телам, и, ну, это не так страшно, там их можно подворачивать. Но, вот, типа, условно, ты можешь к любому телу любые руки добавить, и, знаешь, типа, это нифига не добавляет разнообразия, на самом деле, моделям. Ну, это же бомжи такие, это же бомжи. У них такие бомжи трахнут, кого хочешь сейчас, ну, ладно, да, вот. Но, не знаю, теми же вот, всё-таки, ДГ, мне кажется, сейчас не то, чтобы проблема, ну, типа, в количестве моделей у них. Они легко пересобираются так же, то, что, ну, даже ХСМ, вот новый ХСМ, у них же то же самое, типа, у тебя ноги и тело единое целое, да. Но, по-моему, опыту того, что я насобирал ХСМ, да, хочешь разнообразить их, без проблем разнообразить, чисто за счёт рук, бэкапаков и голов этого хватает, на самом деле. Вот эта поза ног, то, что отобрали вот этого, типа, движение, и такая уже большая проблема. Надо смотреть, конечно, как ворк будет там с этим. Ну, хоть. Но классно то, что базишк новых, типа, выпускают, всё-таки это, как бы, праздник на Грибной улице, наконец-таки. Ну, и в ближайшее время ГВ должно отреагировать на, как бы, вот это вот дело. Тут всегда непонятно. Это происходит неосознанно как-то, то есть кто-то действительно, например, там с АОСом кто-то якобы слил новые детачи их, и ГВ реагировал статьёй. Ну, вот оно её готовило в спешке. Элит так был задуман, сначала, типа, забросить телефончик, а потом статейку выдать. Так что вот этот скринчик, скорее всего, скоро превратится в статью, где покажут несколько орков новых, скажут «Да, мы подтверждаем, новые орки ходят и обычные бойзы». И чё, у орков есть, конечно, моделики, которые совсем старенькие, хотелось бы обновить. Ну, а тут, ну, просто, опять же, Алексею легче посадить, он в отличном ролике про орков там лучше рассказал, чем мы сможем это сделать сейчас. Поэтому просто порадуемся вместе с вами и перейдём к следующей новости. Она у нас не то чтобы особо интересная, потому что, как вы понимаете, с выходом новой редакции АОС сейчас очень много информационного поля ГВ занято именно подготовкой вот этого плацдарма. Плюс, опять же, вы понимаете, что лето будет такое, типа, палака-палака, как говорят в сербе, типа, спокойненькое, потому что мы будем отрабатывать весь этот релиз, все эти миниатюры долгий месяц вперёд. Где-то между этим будут проскакивать наши кодексы. Ну, а зато, может, покупаетесь на солнышке, посидите там вот это вот всё спокойно, понимая, что вернувшись в сентябре, вы просто берёте... Сгребли кодексы в кучу. Ну, и с другой стороны... Не, ну, лучше держать... Это так не работает сейчас. То есть ты не купил сразу на предзаказе, это не купил вообще. Вообще, да, и тем более, знаешь, типа, лучше с теми же кодексами разбираться по ходу их выхода, а не вот, типа, забивать на них. Потому что ты потом просто сядешь и такой, типа, у тебя куча, это ни хрена не понимаешь просто, что происходит. Вот. Поэтому, как бы, вот, навык, он реально разваливается очень быстро. То есть мне стоило ехать на пару недель, я такой в Дергарде уже, подожди, как там это всё играло? Что-то я ничего не помню. Очень легко теряется, нужно постоянно играть, 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 поэтому, да. Короче, сидите у столов, привязанные в солнце, всё это для зубаков. Ну, можете стол на улицу вынести. Да. Неудобно играть, но можете. Но, тем не менее, что мы хотим рассказать? Да, идёт много всяких новостей, что там в новой редакции. И мне, я не буду, естественно, рассказывать всё, во-первых, я не настолько разбираюсь, во-вторых, мне настолько интересно. Но, тем не менее, я что-то вижу какое-то изменение в том плане, что Морталок будет чуть ли не больше, потому что там отбывающие Вазир Штормкасты будут взрываться своими доспехами, раздавать Морталки на 6+, а новые Штормкасты в новых доспехах на 5+. Собственно, это то, что они рассказывали, то, что новый доспех, типа, взрывается, прежде чем они отправляются. Молния, хер рачат, и рядом все такие обуглившие стоят. Окей. Зачем мы его убили? Чтобы жалее были бы. Вот. И... Подтверждение того трейлера, Денис, который мы тогда обсуждали, что Штормкасты существует, видимо, в мире АОСа только что по жопе получать. У них такой план. Да, да, да. Они так и существуют. И всё. Шахид такой, как бы, с молниями запускается туда, взрывается обратно. Ну, в целом, это... Рабочая схема. Рабочая схема, да. Воруд шверк. Вопрос непонятно, зачем, знаешь, брать каких-то невероятных воинов. Правда, вот тогда Штормкасты можно любого, типа, крестьянина сделать. Как бы, Штормкастов, какая разница, если его цель такой померить? Ну, скорее всего, так и пойдёт. Так же, это не стрельное оружие, оно же, типа, уменьшило навык владения, да, то есть, мечом там махать нужно было, а есть кнопочку нажал, там, вооружил милицию какую-то, там, ну, милиция, в смысле, эти, ополченцы. И вперёд пошли, кого-то можно орбить. А фиг можно посылать. Да, в доспехах, любых там. Да, да, даже без оружия можно посылать их, пусть там строй-бат такой. Бегут ворков, ворки их убивают, а они просто бах-бах-бах и всё орк. Хороший план. Да. Хороший. Сигмар прям по заветам императора заваливает число. Всё, чётенько. И чё-то я какие-то ещё какие-то марталки где-то углядел, блин, уже забыл к этому моменту. Чё там ещё делал? А, какая-то фракция там тоже будет, у неё в этом Army White, на 6, на 2-хит 6, марталка тебе. Просто, я так понимаю, они решили всё марталками разбавлять, типа, при этом, вард, как, судя по слухам, появляется, типа, специальное спецправило. Которое игнорит марталки. Но, всё ещё, марталки, как вы понимаете, вот, например, на 6-ку, 2-хит, марталка, значит, пробитие, нет, пробитие у них есть. Да, у них фиксированное пробитие. Кто? В аосике. Есть стухит. Да. Да. Бросок всё-таки есть, независимо от того, какая там это стекость. Да, да. Там и нету, потому что... Как минимум, пробить и армор уже игнорит, да. Ну да. Два из механики степа, марталки игнорит, получается. И так как к ней больше никакой механики есть, марталки всё ещё, да, обход там, типа, каких-нибудь диких инволей, дикого армора. Но для неё нет своей лагуны, где бы марталки работали. То есть, в хорошем понимании геймдизайна, там, это знаменитый треугольник, камень, ножницы, бумага, да. То есть, ты, там, например, пришёл с марталками в бой, а против тебя какой-то юнит стоит, который марталки, давай, господи, эти марталки, зато он против обычного оружия, да, не очень стойкий. Я не знаю, там, например, как это в бэке отобразить. Не, ну это, наверное, также можно объяснить, точнее, скорее просто этими толпами. Вот, типа, толпы бомжей, если там, типа, марталки прям не залетают в сотни, да? Ну, да, да, наверное. Да, можно в целом инструментами какими-то, которые не в этом треугольнике, да, а чуть сбоку находятся. То есть, какие-то скрины там, да, марталки свои, типа, если они дорогие, по идее, хотя тут, опять же, получается, у тебя в армии вайт всё, стромкасты всегда дают марталки, этот всегда дают марталки. Вот. Но, тем не менее, как мне кажется, они нашли инструмент, как обходить часть механики, но он, наверное, он слишком эмбовый, потому что он игнорит. Тем более, меня, на самом деле, смущает количество того марталок, которые они, видимо, в аосе дают, потому что, например, даже в сорокете сейчас нет у нас такого количества марталок. Конечно, посмотрим, когда там тысячники и сервер-рыцари пойдут, да? Но вот в сорокете нет, но при этом в сорокете есть гораздо более живучие модели. Просто в аосе, типа, второй сейв – это редкость, и это ого-го. А у нас второй сейв – это, блин, обосраться, сколько этих вторых сейвов есть. И первый, и нулевой, и минус первый там. И это ещё и с четвёртым инвулём, который в аосе, насколько я понимаю, такой фигни нету. Ну, типа, ну да, типа, в аосе есть там, типа, второй рероль не может быть, да, получается, но его можно всегда, типа, рандом понизить, насколько я понимаю, может там поправят или нет. Вот. А у нас, типа, может быть, ну, как там, Даркан, гелёвки терминаторы, сидящие в руине. Охренеть, они сидят, типа, там, в нулевом сейве. Типа, первый, второй ап им пофигу, у них ещё четвёртый инвуй. Ну, вот, к примеру. Типа, так что, странно, что в сорокете у нас нет такого засилия марталок, где бы это, возможно, имело бы смысл, чтобы бороться с такими целями, ну, или какой-то корой кубов, а тут они делают. Ну, по идее, это третья итерация аоса, где они уже всё-таки от концепции, давайте напишем правило для одной коробки стартера, переходит к чему-то более-менее серьёзному. Опять же, слили вот эти вот детачи, которые меняются, и там наподобие с ракета у нас есть, типа, командный детач, там ты, причём у них различаются командиры, по количеству лондов. У нас там, я не знаю, почему командир различается. Не почему. Не ташки, ашки, а у них, типа, есть там на коне, там или там, не знаю, на верблюде, на драконе, и обычные подсосы мелкие, меньше 10 лондов, которые тоже в этот детач ходят. Есть детачи, там, ведущие вперёд драконов, сам на чём таком, плюс три дракона можешь себе взять. У всех этих детачев тоже есть какие-то свои там обилочки, которые, причём ГВ взяло направление в, не знаю, как это сказать, не скажешь казуализацию, потому что оно придумало отдельные пиктограммки для каждого правила. И вот ты думаешь, что легче запомнить? Название спецправила, типа, там, feel no pain, или, как бы, кругозябру, которая, типа, отвечает за него. И ладно бы их, ну, типа, есть, например, пиктограммки для, как раз, слотов. Типа, хашкью, там, трубца, туда-сюда, и то. Вот вы всех помните, сможете сейчас сказать все, как они все выглядят? Но их, сколько у нас слотов, всё, там, не знаю, сейчас уже больше стало, там, флайеры появились. Вот, это можно запомнить. А когда у тебя, там, типа, иконки в детальчиках, иконки в профиле, иконки где-нибудь, может, ещё в каких-то спецправилах. Но, знаешь, это, нет, возможно, это нужно в дальнейшей перспективе. Ну, то есть, типа, иконки можно, знаешь, воспринимать, как вот кейворды какие-то, вот, как такое что-нибудь. Особенно, знаешь, на примере какого-нибудь MTG, вот такое что-нибудь, если. Я с тобой, в целом, согласен, как бы, да. Но, опять же, при засилии огромном что-то легче запомнить. Ну, скорее всего, мне кажется, сначала просто тяжело. Ну, смотри, вот, типа, есть символ эксперт, а есть символ магнифицера. Они в целом просто какая-то, типа, херня такая треугольная. Ну, вот тут, возможно, с узнаваемостью проблемы уже сами символы. Потому что, например, вот если мы говорим про слоты в сорокете, которые, ну, вот я знаю, да, я, например, все могу сказать тебе, потому что они отличаются. Типа у нас, потому что хаку это, типа, черепок, стрелочка, типа, молния, это фаста, они ассоциируются с этим, типа, heavy support, это взрыв, типа, dedicated, не помню, как выглядит dedicated, кстати. По-моему, черепок с стрелочкой. Может быть, да, вот. Flyer, ну, типа, Flyer, там, такой, типа, с крылышками, это ты, Lord of War, типа, ух, кулак, типа. Они, типа, более-менее, возможно, потому что я привык к ним. Ну, смотри, у них тоже, которые слоты обозначают, они, ну, считываются, да, то есть трубса, там, это, шкилу, все понятно более-менее. Ну, там, между трубсой и мелким, а шкилу, ты один раз посмотрев, в целом запомнишь, а вот эти вот обозначения, не знаю. С другой стороны, чисто дизайнерские, прикольно сжато получается, то есть квадратик, накиданы слоты, спецправила, а расшифровка идет внизу. Так как у слота может быть несколько спецправил, в целом у тебя всегда в квадратик все влезает. Ну, да. Может быть, они так решили. А еще есть один плюс, то, что меньше на косяке много с переводом. Хотя это, и ГВ-то не должно волновать, но тем не менее. Да, а потом, типа, ты вординг меняешь в правила, и все иконки автоматически его принимают. Да. Видишь, как. Ладно, допустим. ГВ может делать что-то умное, то мы такие, типа, иконки запоминать, непонятно. Ну, короче, движуха в овосте начинается, там какие-то слухи вышли, неподтвержденные, ничего не понятно, но вроде как одна из них часть подтвердилась, можно операция. Ну, опять же, ГВ сейчас потихонечку будет все это подавать, все рассказывать, какие там будут обилки новые, как чего, как будете ходить. Посмотрим потихонечку, поглядим. Опять же, на фоне того, что с ракет сейчас будет маленькой струйкой, тонкой течь, скорее всего, наше лето будет очень веселым, познавательным. Будем готовиться к игнорированию новой редакции АОС. Типа, все изучим, таки, хорошая редакция, покупать мы ее, конечно же, не будем. Все, договорились, друзья мои? Окей. Далее. Слухи о 40К. Якобы, тысячники и серые рыцари выйдут не просто так, кодексами, а коробочкой, где будут биться друг против друга. При этом, коробочка будет непростая, но золотая, потому что там будет много новых релизов для серых рыцарей и один какой-то командир для тысячников. С одной стороны, what the fuck? С другой стороны, ну классно, серые рыцари в новой минке, там, может, премаризация какая-то. Ну, все-таки у тысячников минки-то новые, а командиры даже там уже спалили его название. Это какой-то там манифик, там кто-то там, но там было в испанской версии, там цены, где уже показывали. Собственно, там было видно уже цену этого рубрика нового. Ну, точнее, рубрика нового типа 40К какой-то, видимо, будет вид нового 40К. Вот, ну и я говорю, ну рубрикам они, у них есть все-таки новые модели. Да, хотелось бы, возможно, просто шире модельный ряд, как для ДГ, да. Просто мало. Да, потому что у нас, типа, чарактеров, рубриков, это просто, по сути, сорки и все. Есть терминаторы, есть эти, как их, ну, типа, в 3+, пацаны. Вот, если посмотреть на тех же ДГ, как отдельную фракцию, у них все-таки больше, именно ДГшников больше. Потому что у этих, да, конечно, козлы там всякие есть, какие-то мутолис, вортекс, бисты сраные какие-то непонятные, зачем-то в кодексе у тысячников. Но и смотреть, у ДГ, у ДГ все-таки чарактеров, вот эта вот граудли, суппортных чарактеров, есть всяких. Терминаторов, два вида все-таки есть. Есть техника своя, именно собственная, 3 штуки, 3, 3, 3 разные техники даже есть. Сколько у нас техники по спорту? По спорту. 3. Вот, но в этом плане да, тысячники грустнее смотрятся, потому что у них, получается, свои техники, ну, у них реально своих уникальных юнитов фактически сейчас, если мы не берем именных чарактеров, даже коробок, коробок вернее будет сказать так, если мы не берем именных, у них коробок-то всего 3. Это, на самом деле, коробка сорков, из которых собираются эти экзалстед сорки, это коробка рубриков, из которых собираются рубрики, коробок терминаторов, в которых собираются терминаторы, все остальное, это или какие-то наборы, которые есть у всех остальных, там, типа ландрейдеров, предаторов, все такого, либо взятый из АОСа частично, типа дзамборов каких-нибудь, вот. И, ну, плюс там, типа, Магнус, Сариман и просто там эти сорки в 3+, которые все еще предлагают, видимо, ГВ используют старую-старую модельку, вот эту, знаешь, прикольную, все-таки, хотя, да, прикольная выглядит, с мечом стоит, такой, с пистолетом, вот, сорок. Ну, то есть, получается, что, как именно монофракция, все-таки, ну, тысячники грустно смотрятся. Им реально нужно, что-то нужно делать, наверное, вот, дизельно, выпусти такую же линейку суппортных чарактеров хотя бы, как есть у ДГ, уже будет поинтереснее, но по-хорошему еще бы там хотя бы один отряд и там хотя бы одну технику, я же не говорю, чтобы, как бы, догонять до уровня ГВ, где, ой, ГВ, ДГ, где надо там, типа, три техники какие-нибудь уникальные, хотя бы, блин, было бы прикольно посмотреть на технику именно в стилистике тысячников и вот это все дело. С другой стороны, у Серых Рыцарей, конечно, более старый модельный ряд. Ну, да, им нужен, желателен перевыпуск, плюс еще и у Серых Рыцарей все-таки, ну, опять же, по фракции, я надеюсь, что им, может быть, что-то новое дадут из коробок, в принципе, как таковое, потому что, ну, что у них коробок, типа, у них коробка пацанов 3+, коробка пацанов 2+, и коробка Дреднайта. Все, Серые Рыцари закончились на этом, потому что там все остальное это или именные чарактеры старые, смоляные, или вообще, типа, чарактеры просто, ну, которые универсальные, типа, там, Либер, он в Термарморе, он есть и у Мара. Вот, тут надежда, действительно, что они хоть, может, новые выпустят, что-нибудь. С другой стороны, по последним данным, они с Гиллиманом разругались. Да. Хреново они у Примарисов. Да, но они посмели это на Вайфу Гиллимана ругаться. Да, никто не смеет на Вайфу ругаться, на суд-то какой варит. Вообще, ребят попутали все границы. Да, 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 что угодно там делать можете, но и в Рейн, типа, трогать нельзя при Желемане. Это, как бы, все мы знаем. Вот. Ну, и, опять же, паленость этого слуха достаточно большой процент имеет, потому что как-то, ну, да, нет. К этому вообще не... Ну, то есть, если бы там огромный релиз... Я понимаю, что они хорошо могут затыкать дырочки, ничего не пропускать. Мне кажется, релиз новых моделей серых рыцарей, это куча статей на warhammercommunity.com, где бы там... О, смотрите, там. Ну да. И забросили там... Хотя, может быть, сейчас это появится? Может быть. Ну, это близко прям, это вот должно выходить. Не, ну, знаешь, если это будет выходить, типа, там, в августе, тогда, типа, понятно, почему сейчас ничего не говорят про это. Возможно. Потому что тоже, возможно, не хотят еще обсираться так же, как они обсирались, когда, типа, сказали, мы возобновляем сетку релизов, начали что-то тизерить, и хренах, вся сетка релизов пошла по жопе. Вот, и чтобы не попасть в такую же ситуацию, они будут все-таки заблаговременно, нормально, типа, распределять вот эти, типа, предпоказывать словно. То есть, они будут там за две недели до релиза, начнут показывать тебе. Вот, может быть, так они хотят делать. Может быть. Опять же, из-за того, что новая редакция ООСа выходит, освобождают информационное поле для него, чтобы народ, типа, не отвлекался. Ребята, ООСик, может быть, и, как бы, опять же, клиент-то тот же самый, по сути, да? Может быть, человек, который 40К и посмотрел периодически на ООС. Такой, может быть, все-таки начать. Может быть, стоящая игра. Опять же, новая редакция. Я теперь понял, зачем они сделали так этих штурмкастов. Все очевидно. Смотри, ты играешь 40К, и тебя постоянно... Короче, ты постоянно проигрываешь, да? И ты такой, типа, грустно, обидно, меня постоянно убивают, ничего с этим сделать не могу. Типа, играю плохо, не знаю, как мне играть лучше. И тут такие тебе говорят, спарень. Знаешь, в ООС есть такая вот фракция, где тебя убивают, а ты вредишь противнику этим. И ты такой, о-о-о, интересный ход. А вот стендинг-мув, можно попробовать и поиграть за такое. Может, в этом их план, видишь? Ну, в целом, мы ничего плохого сказать не можем. Мы так же работаем, типа, ребята. Может, заинтересует вас еще вот такая рубрика. Может, вам будет неинтересно, а вот сейчас посмотрите. И так это в целом работает. Опять же, много макдональдсов подряд заработают больше денег, чем макдональдсы далеко от друг дружки. Ну да, наверное. Поэтому, окей, мы согласны. Рано или поздно выход третьей редакции ООСа закончится. И вот тогда они долго будут выпускать новых штаммкастов. Наверное. Ну, мы знаем, как это делается, да? Тут все мы такие, блин, они сейчас доделают всех спейс-маринов и начнут выпускать новые минки для других фракций. ООС, пацаны. Вот ответ ГВ. Тех же спейс-маринов, но в ООСе. Ну, еще такие же, да. Ну, золотые. Идеально. Что поделать, блин. Так, надо немножко рассказать вам, что происходит в нашем канале, наверное, на этой неделе. И в целом, что хорошее? Во-первых, завтра вы увидите еще один анбокс от Artelie W. Сестра Пистиленция. Нургулевая сестричка. Когда ты ее собирал, ты ничем не заразился? Возможно, заразился. Возможно. Не проверялся просто в момент еще. Друзья, мы все можем. Надо провериться, сдать анализы. Значит, завтра будет до нашего замечательного стрима в 20.30. Напоминаю, всегда мы собираемся, чтобы обсудить волнующие вас вещи. С четверга по воскресенье начинаются наши основные ролики. И на премиуме у нас классное возвращение. Возвращение знаете кого? Старога. Вы видели? Да, на прошлых новостях. И, собственно, мы с ним посидели час с чем-то, по-моему, обсуждали его ощущения, новую редакцию, организаторские всякие возможные штуки и прочее. Интересный получился рассказ, поэтому заходите, посмотрим. Тау, 28 выпуск в пятницу. Да. Что там, Михаил? Командера делаем. Я смотрел его. Да? И как тебе? Мне больше всего понравился рассказ про команды в начале. Да? Это самая моя любимая часть твоих роликов. Ты здесь просто рассказываю, что это за юнит? Да. Я по понятию не имею, что там у этих хсенов грязных. Ладно, вот так вот. Видите, секреты все, кто такие команды? Я потом понял, что один кусочек забыл все-таки рассказать про детальную. Скажи мне, ставка с Шуриком, это была твоя или это Егор сделал? Нет, это Егор сделал. Егор, я тебя люблю. Это лучше, что в этом ролике было. В пятницу заходите посмотреть. И в субботу, если все пойдет хорошо, первый выпуск нашей секретной рубрики, немножко откровенный, возможно, даже чересчур, может быть, монетизацию снимут, но называется она «Глубокие полки». Мы там показываем то, что у нас очень глубоко в полках находится, понимаете. Это миньки, на которые, возможно, какое-то время не хватило денег, времени и денег. И денег, да и всего, чего угодно. А потом редакция сменилась, потом годы прошли, дети появились. Миньки выпустили новыми. Жен новых выпустили, жены сменились. Грустные истории, короче, в эту субботу. И паста тринадцатый выпуск. Это вовсю уже второй тур набирает обороты. Там какое-то месиво. Месиво, как обычно. Дикое месиво. Глина месиво. В то же время, на общем канале, у нас будет четвертый выпуск пасты, где Михаил все еще сражается с тем, что в этом сезоне ему приходится применять на себе штанишки, так сказать, на размер меньше. Чертый Михаил, это главная гейская шутка в этих роликах. Я, как видите, помогаю ему, как могу. Опять Эльдары будут. Что вы ждали? Вам, видимо, понравился предыдущий выпуск про Эльдар. Неожиданно, да. Ну, я хорошо зашел. Видимо, сейчас будет еще выпуск про Эльдар. Про Эльдарский самолет. И если вопросы возникнут, все помнят правило, сколько роликов на премии, половина на общем. Тринадцатый и четвертый выглядят как-то странно, да. Но вы все помните, у нас в прошлом месяце порвало расписание из-за обзора Друхари. Многие ролики сместились, и мы будем догонять, конечно же. Так что чуть с большей скоростью будут выходить, например. И последнее. Нет, не последнее. Терминус эст. Почему не взлетит? Мой обзор правил дополнения. Первой роты Девгарда, Харбингера, вот это вот все, странники там на своем Терминус эсте летят куда-то. Летят, пердят, как говорится. Интересные правила, играбельность. Конкурсы интересные, играбельность такая себе. Ну, мы все разжуем, четенько расскажем. Есть интересные, я в одном лице. Да, в одном лице. Я, мы, император. Я, мы, есть терминус эст. Да. И ТАО, 12-й выпуск в субботу. На общем доступе. На общем доступе. Я единственное не помню, что с 12-й выпуск. Да, это был давно, неправда. Да. В феврале позапрошлого года. Что ж, что-то интересное там должно быть. Ну, наверное, я предположу, что там ничего нет интересного. Ладно, в смысле, там только интересное, я хотел сказать, есть в этой серии. Говорка по Фрейду. Все неинтересное вырезали на бутажах. Да, так что там только интересное, потому что, скорее всего, какой-то интересный выпуск будет. Вот. Что ж, друзья мои. На этом, наверное, сегодня все. Я забираю в среду дочку и готовлюсь к возвращению ее в фон раздражения. Соболезную. Что поделать. Две недели ребенок не смог выдержать. После первой позвонил и полчаса плакал маме. Мама, не с хуйня, сбери меня. Но срок, так сказать, был выделен. Я себе представляю, сколько будет восхитительная наша поездка в ближайшие один из. Ну, как бы, знаешь, типа... Мы, скажем так, берем... У нас будет два ребенка невоспитанных, да? Что поделать? Ты не рассказал, что он собирается сделать на эту поездку? Нет. Это будет за кадром, друзья мои. Ладно. Извините. Значит, завтра в 20.30 на стримчике. Каких-то там пакрас и прочее. Пакрас патруль пока что. Я ориентируюсь на 26 число. Думал, но у нас уже это поездка в Раменское. Поэтому, возможно... Не знаю. Сейчас покрас патрулем, как я и говорил. Если его не будет в этом месяце, ближайший покрас патруль, это, по-моему, где-то 15, по-моему, июля. Возможно, будет пауза. Поэтому... Но я предупреждал об этом. Если узнаем, то будет. На этой неделе точно покрас патруля не будет. 100%. Вообще вот никак. Вот. И, соответственно, мы с вами прощаемся до следующего вторника на новостных выпусках. Но, пожалуйста, наши ролики между новостными выпусками тоже смотрите. И для вас, ребята. Да. Целуем, обнимаем. Берегите себя. Свои менечки. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok И подпишись.